Считаю необходимым сказать о том, что было сделано за последние годы и сформулировать свое видение развития страны на долгосрочную перспективу. Концепция социально-экономического развития была разработана Минэкономразвития и утверждена правительством в 2008 году. В документе говорится, что экономика России к 2020 году должна выйти на траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 6,5% в год. 2020 год стал для политиков синонимом прекрасной России будущего. Правительство, министерство, политики и сам Владимир Путин более 10 лет давали прогнозы и обещания, каких успехов страна добьется к началу нового десятилетия. Но вот до 2020 года осталось меньше полутора месяцев, а до исполнения обещаний еще далеко. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. Вот вам круг замкнулся. Поэтому здесь нет линейных решений. Интересно, какой стала бы Россия, если бы все прогнозы сбылись? Итак, средний класс, продолжительность жизни и производительность труда. В конце второго президентского срока в 2008 году Путин заявил, что России нужна долгосрочная стратегия до 2020 года. Он говорил, что страна должна перестать быть зависимой от цен на энергоресурсы и стать самой привлекательной для жизни. Российская экономика и не зависит от цен на нефть. Наша экономика до сих пор зависит от продажи углеводородного сырья, нефти и газа. Считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в общей структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60%, а может быть и 70%, говорил Путин. В октябре 2019 года высшая школа экономики выяснила, что средний класс в современной России насчитывает чуть более 38% населения. Но он настолько неоднороден, что всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения страны. Это чуть более 10 миллионов человек. То есть почти в 10 раз меньше, чем обещал Путин. Тогда же он сказал, что нужно сделать все, чтобы к 2020 году средняя продолжительность жизни увеличилась до 75 лет, а смертность снизилась в полтора раза. Смертность 2008 года действительно снизилась. Но не в полтора раза, а всего на 13%. За 2008 год в России умерло 2 миллиона 76 тысяч человек. За 2018 – 1 миллион 870 тысяч. Смертность по-прежнему превышает рождаемость, а прогнозы говорят, что еще 5 лет население России будет расти только за счет мигрантов. Средняя продолжительность жизни к концу 2019 года впервые в истории достигла 72 лет. Для сравнения, в Европе самая низкая продолжительность жизни в Германии, и она составляет 78 лет. Я решила проверить данные и обратилась к независимым источникам. Как оказалось, не зря. Мне сказали, что часть насильственных смертей сейчас маскируется за показателем повреждения с неопределенными намерениями, который в последние годы, на удивление, растет. В основных секторах российской экономики должен быть достигнут как минимум четырехкратный рост производительности труда за 12 лет, давал тогда оптимистичный прогноз президент РФ. В 2015 году Росстат изменил методику расчета этого показателя, из-за чего невозможно точно сравнить новые данные с предыдущими. Статистика — это наука, она не терпит приблизительности. Понимаю. Как вы можете пользоваться непроверенными данными? Ясно одно. С 2011 по 2017 годы производительность выросла лишь на 5,5%, а никак не в четыре раза. Мы с некоторыми коллегами нашими, которые здесь тоже присутствуют, вчера только эту тему тоже обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для пессимизма. Я так написал, курица лапой, сам не могу написать, прочитать, как в школе. Это не повод для пессимизма, может быть, но это точно совершенно тревожный сигнал и повод для того, чтобы нам нужно задуматься. О чем я хочу сказать? О том, что у нас начали расти доходы и не растет производительность труда. И это очень тревожный фактор. В ноябре 2008 года правительство утвердило стратегию развития России до 2020 года. Вот какие прогнозы давались в этом амбициозном документе. Рост заработной платы в целом в экономике к 2020 году в 3,3 раза по сравнению с 2007. Средняя зарплата по стране не менее 2700 долларов. Жилье среднестатистической российской семьи около 100 квадратных метров. Превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста. Снижение уровня абсолютной бедности до 6-7% в 2020 году и относительной бедности или малообеспеченной части населения до 15%. Снижение инфляции до 3% в год. Увеличение ВВП на души населения до 30 тысяч долларов. Сработала ли стратегия по развитию страны и улучшению качества жизни россиян, которую утвердил Путин до 2020 года? Над всеми его стратегиями я просто смеюсь. Наверное, большинство трезвомыслящих людей также смеются. Мы не заметили прорыва? Прорыва трупов я замечаю каждую неделю, что нет горячей воды. Вот это да. До 2020 остался месяц. Успеют, может? Продолжаем верить обещаниям. Шучу, конечно. Никто уже не верит, наверное. Я немножко расстроился. К 2020 году россияне в среднем будут получать 2700 долларов. Семья из трех человек будет иметь не менее 100 квадратных метров жилплощади. И годовая инфляция снизится до 3%. Понятно. Спасибо. Средний класс будет составлять более половины населения страны. Такие прогнозы делали эксперты в далеком 2008 году. Они называли эту концепцию прорывным сценарием. Я просто прополчил. Месяц остается до наступления нового 2020 года. Все выполнили? Да. Средняя зарплата по России в 2007 году составляла 13600 рублей. Сейчас 47700 рублей. Формально прогноз даже перевыполнен. Но на деле реальные доходы населения падают с 2014 года, несмотря на рост реальных зарплат. Годовая инфляция составляет 4%. Из-за этого растет и уровень бедности. С 2007 по 2013 годы доходы людей действительно росли. А вот в 2014 началось стремительное снижение. И вместо роста в 64-72% мы наоборот увидели снижение. Примерно в 5%. Причем знаете, что самое страшное? Чиновники правительства не понимают, почему зарплаты растут. Нам говорят, что растут. А доходы падают. Удивляются и принимают решения по повышению пенсионного возраста, росту НДС и так далее. В первом квартале 2019-го в абсолютной бедности жили более 14% населения России. Это почти 21 миллион человек. В то же время с нефтяной иглы Россия не слезла, а высокотехнологичное производство так и не стали областью российской специализации. В 2018 году доходы от профессиональной, научной и технической деятельности составили 3,8% российского ВВП. В то время как добыча полезных ископаемых 11,5%, а обрабатывающее производство 12,3%. В 2018 году на одного человека в России в среднем приходилось не 100 квадратных метров жилья, а всего одна комната 25 квадратных метров. Это почти в два раза меньше, чем в Европе. Там на человека приходится по 40 метров жилья. И россияне все чаще покупают именно малогабаритные квартиры. Спрос растет на однушке площадью менее 20 квадратов. Заступив на новый срок, в 2012 году Путин подписал 11 майских указов, подтверждающих его предвыборную президентскую программу. В 2017 году правительство отчиталось, что программа выполнена на 76%. Это касалось в основном исполнения предварительных поручений, вроде разработать концепцию или выработать план. Однако оставшиеся обещания выполнить не так просто, и теперь Росстат и другие ведомства меняют методики расчета и пытаются достичь запланированных показателей хотя бы на бумаге. Медведев говорит, что в 2019-2020 году у нас рост будет 3,5% в год, а Орешкин, его подчиненный, говорит, что нет, все будет гораздо более поступательно. Поэтому здесь все перевернуто с ног на голову. То, что они сдают в администрацию президента, чтобы те отчитались президенту, ну, понятно, что администрация президента этого не делает. Когда правильно будет школа прогнозирования, тогда окей. Но почему нет этой школы прогнозирования? Ровно потому, что непонятно, куда идет российская экономика. Например, майские указы дали начало проекту 5.100, по которому 5 российских вузов должны войти в первую сотню лучших университетов в мире. За 7 лет на проект потратили более 80 миллиардов рублей. Но добиться запланированного так и не получилось. В 2019 году в рейтинге ТОП-100 лишь два российских вуза. А некоторые с начала запуска программы даже опустились на пару мест ниже. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. Вы этого хотите? Мы не хотим. И не позволим. Другой указ поручал создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. РБК отмечает, что это понятие буквально придумал Путин, имея в виду высокопродуктивные и современные позиции, связанные с высокими технологиями. Росстат поступил хитрее и взял за критерий высокопродуктивного рабочего места просто средний уровень зарплаты на предприятии. В итоге в 2013 году Росстат насчитал 17,5 миллионов таких рабочих мест. Но уже на следующий год из-за кризиса этот показатель упал и в 2017 составлял 16 миллионов. Он, блядь, Россию поднял с колен. У вас какой доход? Ну, начинается. Никакого у меня дохода. Пожалуй, самый известный майский указ – повышение в два раза зарплат бюджетникам, врачам и учителям. Лучше всего исполнение этого указа иллюстрирует ежемесячные акции протеста медперсонала по всей России. Его исполняют в основном на бумаге. Зарплата учителей и медперсонала состоит из фиксированного оклада и дополнительных выплат и премий, которые могут достигать половины всей зарплаты. Чтобы добиться нужных показателей, оклады немного увеличивают, а дополнительные выплаты сильно урезают. В итоге фактическая зарплата может даже снизиться. И при том, что Росстат снова изменил методы расчета нужных показателей, к началу 2019 года только 16 регионов из 85 добились исполнения указа. В целом по стране они растут. У врачей в этом году уже они выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. Где-то 6,5-7 тысяч. Вот как можно значить такой оклад, если он заведомо уже ниже прожитчатого минимума? В том плане, что майские указы не выполнили, это естественно. Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит, говорит адвокату, имею ли я право? Она говорит, имеешь, бабушка. Она говорит, ну нет, я хочу спросить, имею ли я право? Да имеешь же. Ну могу я или нет? Нет, бабка, не можешь. Какой показатель ни возьми, увеличение инвестиций в человеческие капиталы, рост производительности труда, обеспечение жильем, везде провал. В 2016 году глава ФАС Игорь Артемьев пообещал, что к 2020 обнулятся тарифы на рууминг на территории стран ЕАС – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Переговоры об отмене рууминга действительно идут, но пока стороны так и не договорились между собой. А законодательством РФ вообще не предусмотрено регулирование различных тарифов. Так что в ближайшее время рууминг точно не отменят. Медведев в 2017 году сообщил, что новая индексация материнского капитала произойдет в 2020. Однако в 2016 Путин заморозил маткапитал. Тогда он составлял 453 тысячи рублей. Президент Сбербанка Герман Греф пообещал выполнить поручение Путина и в 2020 снизить ставки по ипотеке до 8%. Сейчас минимальная ставка – 8,5% в рамках акции для отдельных молодых семей. В 2018 Путин пообещал, что с 2019 Россия будет отправлять экспедиции на Марс, сначала беспилотные, а потом и пилотируемые. В середине 2019 года Роскосмос отложил марсианскую миссию до июля 2020, после того, как макет «Эксомарс-2020» разбился при посадке во время испытаний. Друзья, 2020 год наступит только через полтора месяца, но уже сейчас можно говорить, что правительство реализацию концепции, которую само же и утвердило в 2008 году, провалило. Эти 12 лет можно вычеркнуть. Уже с уверенностью можно сказать, что завтра, которое нам было обещано, в следующем году с боем курантов не наступит. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Редактор субтитров А.Семкин